Приветствую друзья, с вами портал vp7inform.ru и сегодня мы смотрим на раннюю сборку Windows Phone 8.1 в эмуляторе. Тот самый эмулятор, который Microsoft недавно разослал с SDK своим избранным разработчиком. Ну и по логике вещей он конечно же утек в сеть и теперь мы можем показать вам. Можем вживую понажимать кнопочки и посмотреть что же нас ждет в грядущем обновлении, которое, напомню, должно попасть разработчикам телефона примерно где-то в апреле, а долететь до живых телефонов, ну наверное где-то летом, я думаю, может быть чуть позже. Надо сразу заметить, что эмулятор довольно таки сырой и версия в котором, версия, которая в нем установлена, она ну очень ранее, да и практически ничего здесь не работает. То, что работает, оно работает очень криво и конечно же ее еще будут допиливать, переделывать, но можно по крайней мере составить общее впечатление о том, что у нас будет ждать. О чем многие просили и очень долго ждали, просили и нас даже на портале, но я думаю, что Microsoft просили гораздо чаще и активнее сделать это. Это та самая, то самая раздельная, то самая раздельная регулировка громкости звонка, уведомлений и собственно музыки там, видео и так далее. То есть можно теперь настроить, чтобы очень громко звонил телефон, но при этом музыка должна быть в наушниках на каком-то приемлемом другом уровне. Ну, либо, конечно, наоборот и что я обычно предпочитаю делать. Минимум звонок, максимум музыки и в общем весело становится, да. Мне понравилась еще одна вещь, которая, ну, стоит, наверное, упомянуть. Это то, что Explorer научили работать с файлами наконец-то. Он теперь может их не только скачивать, да, там, точнее он теперь может их не только открывать, он может их скачивать там на флешку в память телефона. И что самое, что еще интереснее, он может теперь их, может теперь их выгружать на сайт, то есть вот те самые файлообменники, те самые сайты, которые предлагают вам вставить аватарки и прочее, прочее, прочее. Теперь, в общем-то, они покорились, да, интернет-мобильному интернет-эксплору. Поздравляю. То есть, первое, что я бы хотел показать, наверное, в интернет-эксплоре, это то, что плеер ютубовский, ну, я думаю, не только ютубовский, в принципе, там видео, видео можно теперь вот гонять в маленьком квадратике, не обязательно его раскрывать на весь экран. Но, к сожалению, показать, наверное, я это не смогу, потому что, я не знаю, у меня то ли с ютубом проблема, то ли с эмулятором проблема. Ну, в общем, оно вот так вот бесконечно будет кружиться еще очень долго. Давайте, наверное, сейчас я попробую показать вам, как происходит работа с файлами в эксплорере. Это довольно интересный процесс. Мы можем загрузить, собственно, картинки, да, ну, понятно, что, скорее всего, чаще всего это фотографии, но не только фотографии. Мы можем загрузить, в принципе, любое содержимое, которое у нас есть на телефоне, в том числе, там картинки, музыка, видео, документы, загрузки, да, вообще любые, наверное, файлы могут располагаться, рингтоны и содержимое SD-карты, то есть на SD-карте у нас тоже там что-нибудь может быть, и эти файлы все мы можем отправить туда, в общем, куда хотим. Вот так вот это все выглядит. Вот файл попал, попал туда, куда должен был попасть, и теперь я могу вот его туда отправить, как бы вот он, вот, собственно, начал загружаться. Обращаю внимание, что вкладки, работа с вкладками, как таковая, немножко поменялась. Здесь теперь нет такой кнопки, как там сортировка вкладок, да, можно их позакрывать, можно еще что-то с ним поделать. На самом деле теперь все это немножко по-другому выглядит, когда мы открываем новое окошко, эксплорер, ну, здесь я почему-то не могу сейчас открыть новое окошко, но если там ссылка, которая ведет у нас на новое окошко или еще что-то, то отдельная вкладка эксплорера становится отдельным процессом, вот таким эксплорер, которым можно, можно, можно плавно перейти к другой фишке, новой Windows Phone 8.1, потому что помимо вот этих вот самых крестиков при закрытии приложения, мы теперь можем делать вот так вот, свайпить просто их вниз. Ну, то есть то, что, наверное, многие посчитают перетекшим, скопированным, да, с iOS 7, на самом деле, конечно же, нет, потому что эта фишка появилась первой в Windows 8 и оттуда она уже попала, что, в общем-то, логично в мобильную свою версию, в Windows Phone 8, вот, и, ну, в общем, мне нравится. Что мне еще нравится, так это календарь. Календарь стал, календарь стал вот таким вот, на самом деле, да, это хорошо. Почему? Потому что раньше, раньше все это было гораздо печальнее. Вот, если мы включим календарь на день, календарь, собственно, на неделю теперь выглядит так, мы можем видеть все, что произойдет у нас на этой неделе, причем теперь мы видим не какие-то там микроскопические буковки, которые никогда никто не мог разглядеть, а теперь мы что-то видим, да, и мы можем нажать, и мы увидим это даже крупнее, как бы, и это очень радует, радует, потому что календарь очень важная вещь. А контроль данных, в общем-то, это то же самое, что и было. Здесь я вообще ничего нового не увидел. Ну, может быть, там что-то есть новое. Что новое есть, так, точнее, в чем новое есть, так это в камере, конечно. Камера обзавелась мало того, что вот этим вот прекрасным интерфейсом, где можно выносить различные кнопки для быстрого доступа в левую верхнюю панель. Кроме того, ну, есть, конечно, тут настройки фото, но здесь более тонкие, да, настройки. Кроме того, появился новый режим съемки, режим съемки серия. Причем эта серия делается не просто так, что там нафоткали 20 фотографий, и у вас там 20 фотографий одинаковых в галерее. На самом деле нет, у вас есть одна также фотография, которая значится как серия, и, что любопытно, из-за этой серии вы можете, вы можете работать с этой серией как серией. То есть вы можете открыть ее как серию, найти наиболее там удачный кадр, сказать, что да, мне вот эта фотография нравится, а то, что там не будет сохранено, оно вообще удалится через 7 дней, да, то есть вот я говорю, сохрани меня, все остальные, типа, мне не нужны, и можно их вообще удалить. Вот так камера преобразилась, но я думаю, здесь есть еще, наверное, что-то интересное, но она стала гораздо лаконичнее, стала гораздо удобнее, то есть только то, что там кнопки теперь можно выносить, очень даже импонирует. Следующее приложение, это приложение, которое показывает, что жрет, собственно, энергию в вашем телефоне, тоже интересно. Ну, мы здесь, конечно, толком сейчас ничего не увидим, потому что эти приложения не работают и ничего не жрут. Собственно, что им показывать, да? Вот, сюда же перенесли настройки по энергосбережению, которые раньше были в настройках, также, ну, в общем-то, и все с этим пунктом. Очень интересная вещь, это приложение подкасты, здесь я уже даже сумел найти наш подкаст, причем просто ввел название, да, никаких ссылок, ничего, просто ввел название и получил то, что искал. Вот, можно воспроизвести, можно... Кроме как завистью к чему-то там видеть член. Можно добавить его в избранное, можно настроить то, как будут скачиваться серии подкаста и вообще очень, как бы, я считаю, прекрасное приложение и я уже очень жду, когда оно появится на моем телефоне. Можно слушать в онлайне, можно ее по поводу... Да, можно скачивать, можно слушать в онлайне. А по настройкам, если быстро пробежаться, то, в общем, там ничего такого особенно нового не появилось, кроме пары вот моментов, что, допустим, сотовая сеть, да, теперь мы можем... Предполагается, что у нас будет несколько симок, возможно, несколько симок, и мы можем дать им имена и каждую симку настроить там по образу, подобию, не знаю, как хотим, в общем. Дальше, дальше, дальше. VPN очень важная вещь, которую тоже очень многие ждали, по крайней мере, тем, кто активно ведет свои дела на телефоне. Это, да, очень важная штука, и, то есть, да, 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 очень хорошо, что оно появилось. Здесь, соответственно, стандартные, в общем, настройки, можно авторизоваться по паролю, можно по сертификату, ничего такого особенного. Ну, в общем, это в любом случае надо, конечно же... Конечно же, что? Конечно же, нужно проверять в работе, поскольку сейчас проверить как бы нет возможности, ну, будем вот смотреть, смотреть на то, что есть. Так, батареи PowerSense, собственно, я вам уже показал. Контроль данных тоже. Вот еще одна очень важная вещь. А, нет, простите, контроль данных не то. Контроль памяти. Контроль памяти – очень важная штука. Раньше мы могли сдавать расположение наших там музыки, видео, подкастов и фотографий, выбирать SD-карточку в качестве хранилища. А теперь мы можем на SD-карточку ставить новые приложения и, собственно, то, что мы качаем через браузер, качать на SD-карточку, да, то есть мы можем задать расположение по умолчанию для этих вещей. Тоже очень клевая штука. Я тоже, наверное, ну, по крайней мере, я точно ждал. Очень еще одна интересная вещь – это проектор, похожий, видимо, на то, что сделала Nokia. Nokia Proector, да, ну, здесь такая доработанная идея. Я так понимаю, что эта штука будет использовать Miracast, транслировать изображение с экрана на экрана вашего телефона, на большой экран, на телевизор, на монитор, там, на проектор и так далее. Вот можно даже такую сделать вещь, где вы касаетесь, а он показывает кругляшком, что вот вы здесь коснулись. Интересная вещь. Посмотрим, как будет работать. К сожалению, опять же, проверить это никак сейчас не представляется возможным. В общем, индикатор рекламы. Ну, это привязка рекламных предложений к вам. USB, да, здесь можно задать параметры, чтобы телефон предупреждал, если у него что-то плохо там с зарядом, что не получает недостаточной энергии и медленно заряжается. Можно запрашивать, можно, точнее, уведомлять, когда ваше USB-соединение используется для передачи данных, чтобы вы были в курсе, что там может кто-нибудь что-нибудь скачать с вашего телефона. Голосовые функции, к сожалению, я проверить и посмотреть сейчас не могу. Почему? Потому что, ну, во-первых, во-первых, стало все то же самое в плане команд, а во-вторых, языков как-то здесь в этом образе совсем и немного. Вот, сведения, да, это у нас, можно посмотреть, здесь сборка такая, 12, 22, 118, 7, 7 на конце. Панель навигации, к сожалению, мне так и не удалось ее активировать, я не знаю, как это сделать. В общем-то, ну, вот, да, есть ее в настройке, но нет самой панели, в общем-то, и не особо-то и хотелось. В настройках приложений я практически ничего не нашел, но вот отмечу интересную еще вещь. По поводу смсов появилась возможность выключать уведомления о тех беседах, собственно, о которых мы знать ничего не хотим. Вот появляется такой значок, то есть сейчас я покажу, как это делается. Здесь я сейчас включу беседу, допустим, отправлю кому-нибудь такую безобразную смс-ку, получаю уведомление, что смс-ка была доставлена, ну, на самом деле, это уведомление частенько бывает, что очень даже бесит. Поэтому вот здесь появился такой пункт, можно теперь беседу эту заглушить, и когда эти смс-ки будут приходить, в общем-то, вы об этом даже не узнаете, они просто там будут по-тихому появляться, а вы там можете зайти, увидеть и прочитать. Интересная вещь в плане авторизации, теперь мы можем не вводить каждый раз там логин и пароли для приложений авторизующихся в облаке Microsoft, да, вот оно запоминает, и пользоваться вашей учетной записью, забитой в телефоне, чтобы хранить настройки в облаке и рассылать их по вашим другим устройствам, синхронизировать, так сказать, настройки. Хаб игры, но здесь он чисто визуально, конечно, немножко, по-моему, преобразился, но проверить мы ничего не можем, так как я не могу свой учет на запись ввести. Приложение видео. В данный момент здесь ничего нет, кроме того, что должно быть снято на камеру, но это сделано так, потому что в телефоне сейчас включен режим, режим, точнее, регион Россия, и в остальном здесь русский язык, поэтому вот оно боится, боится в России показывать что-то, что-то боится. А вот музыка практически ничего не боится, то есть там есть и параметры какие-то с подпиской, но толк, конечно, от них нет никакого, но зато как бы интересно, да, вот посмотреть, посмотреть на то, как это возможно будет выглядеть, то есть там синхронизация плейлистов. Ну, на самом деле, это приложение получше, чем текущий хаб с музыкой, да, здесь побольше всяких вкусностей. Ну, да, я думаю, что это достойная, по крайней мере, замена тому, что есть сейчас. Если лучше менять, то менять на что-то вот такое. В общем-то и все, все, что я могу и хотел вам показать. Ну, вот здесь, да, вот еще ребрендированный OneDrive, который был ранее в SkyDrive. Все, друзья, на этом, по крайней мере, первое свое видео я заканчиваю. Может быть, будет еще одно видео, где я там найду что-нибудь очень интересное и очень захочу с вами этим поделиться. Обязательно сделаю еще одно видео. А на сегодня все. Спасибо всем, что были с нами и почаще заходите к нам. Напоминаю, vp7forum.ru Мы всех очень вас любим, ждем на наших страницах. Спасибо. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok